Десятый день. Идет война между государством Израиль и террористической организацией Хамас. В условиях чудовищной войны появляются герои, рискующие собственной жизнью, чтобы спасти других. Сегодня мы поговорим, как проявляют себя израильские граждане, а также обсудим, что вообще сейчас происходит и какие есть новости. Только прежде чем начать. Нас смотрят ежемесячно около 12 миллионов человек. Мы всей большой редакцией и продакшеном стараемся как можно быстрее давать вам спокойную оценку происходящего. Мы говорим спасибо вам за доверие и просим поддержать нас небольшим регулярным пожертвованием через спонсорство здесь в Ютубе или через Патреон или на Бусти с российской картой, чтобы мы могли и дальше продолжать нашу работу. Все способы задонатить вы найдете под видео в описании. Это важно, в последнее время немножко снизилось их количество. Давайте начинать. Война между государством Израиль и террористической организацией Хамас идет 10-й день. Потери Израиля оцениваются более чем в 1300 человек. При этом почти все погибшие – это мирные граждане, убитые в первый же день хамасского вторжения. По некоторым сведениям, в плену у террористов находится около 200 израильтян и граждан других государств. Авиация, армия обороны Израиля наносит удар за ударом по объектам в секторе Газа. Впервые в новейшей истории израильские силы намного меньше беспокоятся о сопутствующих жертвах среди гражданского населения. Их число, скорее всего, уже превосходит число жертв среди гражданского населения государства Израиль. Ситуация усугубляется тем, что почти половина жителей сектора Газа несовершеннолетние. Многие из них ранены или погибли. Сколько именно, сказать трудно. Хамас – не лучший источник информации. Палестинское агентство новостей ВАФА опубликовало, а затем удалило заявление президента частично признанного государства Палестина Махмуда Аббас. Тот дежурно осудил Израиль за агрессию, но при этом однозначно заявил, что террористическое движение Хамас не является законным представителем палестинского народа. В отредактированной версии публикации осталось только осуждение Израиля. Мы не раз говорили о двойственном положении президента Палестины. С одной стороны, Махмуд Аббас никак не контролирует сектор Газа. С другой, не любит лишний раз этот факт признавать. С одной стороны, Хамас для него смертный враг. С другой, Аббас не может игнорировать сильные про-хамасовские настроения и на территории западного берега, который пока что подчиняется президенту. И подчиняется не на 100%. Ситуация на западном берегу сейчас очень напряженная, если не сказать взрывоопасная. Еще большая опасность угрожает Израилю с севера. В любой момент на границе с Ливаном может открыть второй фронт проиранская группировка Хизбалла, которая гораздо лучше подготовлена, чем Хамас и исламский джихад. В ее арсенале есть оперативно-тактические ракеты. Оружие намного более смертоносное, чем хамасовские ракетные снаряды из-за брубков водопроводных труб. Правда, эти огромные тихоходные ракеты и сбивать легче, с чем израильское ПВО наверняка справится. Помимо сектора Газа, Израиль нанес удары по аэропортам в сирийских городах Дамаск и Алеппо. Формально государство Израиля, Сирийская Арабская Республика, более полувека находится в состоянии войны. Но израильтян беспокоит вовсе не Сирия, которая занята своей собственной гражданской войной, а Иран, который использует сирийскую территорию, чтобы подобраться к Израилю. Но Израиль этим планом противостоит, используя формальный статус войны и имея в связи с этим свободу действий. На момент подготовки данного видео полностью отмобилизованная израильская армия еще не начала наземную операцию в секторе Газа. Весь Израиль уже несколько дней подряд сидит как на иголках. Страна находится в мрачном ожидании тяжелых и кровопролитных боев в плотной городской застройке Газы. Нет никакого понимания, когда операция начнется, как и стопроцентной уверенности, что она вообще произойдет. По логике она не может не состояться. Израиль не может не попытаться освободить заложников. Пока что официальный Иерусалим требует от мирных палестинцев уйти из предполагаемой зоны боевых действий. Это требование поначалу казалось расплывчатым и заведомо нереализуемым. Особенно с учетом позиций Египта, который отказывается пускать жителей сектора Газа к себе. В недавнем прошлом Египет и сам едва справился со своими радикальными исламистами. И теперь Арабская Республика с населением в 107 миллионов человек видит в 2 миллионах жителей сектора Газы угрозу. И не без оснований. Они 16 лет жили при тоталитарном режиме ультрарелигиозных исламистских группировок. Поэтому Египет не дает людям эвакуироваться на свою территорию. Хотя на официальном уровне Египет объясняет свой отказ иначе. Сейчас Израиль требует от мирных палестинцев уже конкретных действий. Уйти из города Газа, находящегося на севере сектора Газа. Их призывают переместиться на юг территории, в сторону Хан-Юнеса. Израиль даже возобновил туда подачу воды. Однако расквартированные в Газе боевики крайне не заинтересованы в том, чтобы у них пропал живой щит из женщин и детей. Агентство ООН по делам палестинских беженцев сообщает, что их штаб в Газе ограбили боевики Хамаса, которые вынесли оттуда запасы топлива и медицинский инвентарь, предназначенный для мирных граждан. Вполне все листики террористов. Им выгодно страдание местных жителей. Страдания палестинцев позволяют боевикам мобилизовывать против Израиля как жителей Газа, так и мировое сообщество. Давайте пару слов скажем об этом упомянутом агентстве по делам беженцев, у которого Хамас украл топливо и медицинское оборудование. Существует две международные структуры, которые нельзя путать между собой. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и отдельное от него Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работы, сокращенно БАПОР. Последний как раз и заявил о разграблении террористами своего штаба. Хотя и сам представляет собой чудовищных масштабов полумафиозную бюрократическую структуру, которая десятилетиями работает на то, чтобы палестинских беженцев становилось не меньше, а больше. Проблема беженцев возникла по итогам Первой арабо-израильской войны. ООН изначально собиралась на территории бывшего британского мандата образовать сразу два новых государства – еврейское и палестинское. Есть ооновская схема 1947 года с очень хитроумно прочерченными границами. Она не была воплощена, потому что восемь арабских государств тогда одновременно напали на Израиль с целью его уничтожить в зародыш. Несмотря на огромную разницу в военном потенциале, с Израилем у них, мягко говоря, ничего не получилось. Но зато вот попытку создать палестинское государство своей агрессивной войной и аннексией территорий арабские страны благополучно сорвали. К 49-му году беженцами в результате столкновений и до 48-го года, и войны, которая началась после создания государства Израиль, беженцами стали сотни тысяч палестинских арабов. Спустя 75 лет беженцев уже миллионы. Уникальнейший случай за всю мировую историю, когда дети, внуки, правнуки и даже праправнуки беженцев так и остаются беженцами. Такого нет больше нигде. К примеру, в современной Германии нет беженцев из Кёнигсберга. Невозможно представить, чтобы немецкое общество говорило своим же соотечественникам «Нечего бывшим кёнигсбергцам делать в Берлине и Мюнхене. Идите отвоевывайте себе свой Кёнигсберг обратно, ведь там могила ваших предков». Ну, пред же. Потомки выходцев из Восточной Пруссии чувствуют себя полноценными немцами в любой части нынешней Германии. Даже в России при всех пороках нашего государства уже давно нет никаких беженцев из Чечни. Нет такого, чтобы русская семья, вынужденная уехать из Грозного в 93-м году, спустя 30 лет продолжила жить в лагере для беженцев. И чтобы единственной целью в жизни такой семьи было возвращение обратно в Грозный. Потому что Россия – это пусть и очень плохо устроенное, но все-таки настоящее государство. Мы говорили в одном из прошлых видео об особенностях палестинской национальной идентичности. Однако национальная идентичность – это сущность изменчивая. Нельзя все объяснять исключительно палестинским самосознанием, хотя оно и играет важную роль. Есть еще и субъективная позиция организации Бапор. Которая финансово заинтересована в том, чтобы палестинских беженцев из десятилетия в десятилетие становилось больше. Ведь беженцы – это отличная возможность увеличивать бюджеты и чиновничий аппарат. Не так давно в организации было 20 тысяч сотрудников, а сейчас 30. А объекты Бапор, например, школы для палестинских детей, годами используются боевиками Хамас как прикрытие. Сейчас круг в некотором смысле замкнулся. Хамасовцы сами разграбили штаб Бапора. Хотя вряд ли после этого структура прекратит свою работу. Начиная с 49-го года арабские государства, потерпевшие поражение во всех арабо-израильских воинах, изгнали со своей территории около 800 тысяч евреев. От трети до половины граждан современного государства Израиль – это бывшие беженцы и их потомки. И да, был определенный период в современной истории, когда многие израильтяне жили в лагерях для беженцев. Но период этот не растянулся на десятилетия. В Израиле не возникла идея держать миллионы граждан все время в изоляции, в отдельных лагерях, где люди варились бы в ненависти к тем, кто их выгнал. Современный Израиль – развитая страна с высоким уровнем жизни, где нет никаких лагерей беженцев. Наоборот, действуют специальные центры абсорбции, чтобы незнающий иврита, еврейский иммигрант, что из Тегерана, что из эфиопской деревни, смог поскорее освоиться в Израиле и влиться в общество. Конечно, от первого премьер-министра Давида Бангуриона до нынешнего Беньямина Нетаньяху трудно вспомнить время, когда израильская власть не совершала ошибок и глупостей. Почти каждое правительство успело наломать дров. Нынешняя война стала следствием тяжелых просчетов целой плеяды израильских политиков. Ицхака Рабина, Шимона Переса, Ариеля Шарона, Эхуда Ольмерта, да и того же Нетаньяху. Но все это время успешно формировалось гражданское общество. Переселенцы из разных стран Европы, пережившие Холокост, еврейские беженцы из Азии и Африки, палестинские арабы, согласившиеся в момент образования государства принять израильское гражданство. Все они сумели стать израильтянами, единой страной. Единый не значит одинаковый. В Израиле люди очень различаются по этническому происхождению, по религии, включая ислам, христианство и всевозможные направления иудаизма. Израильское общество крайне политизировано. Симпатии миллионов граждан распределены между множеством политических партий. 14 из них представлено в парламенте. Всего же партии в 9-миллионном Израиле зарегистрировано в два раза больше, чем в 145-миллионной России. В мирное время Израиль – это целый котел противоречий, где все со всеми дискутируют, спорят, ругаются и массово ходят на митинги. Но в первый же день войны эти же самые израильтяне продемонстрировали единение, самоорганизацию и взаимовыручку. Возникли гражданские инициативы и объединения. И это низовая активность, а не какая-то директива сверху, неустановка сплотиться вокруг лидера. Которого, кстати, местная пресса и обычные граждане ругают еще как. И есть за что ругать. Власть допустила один из крупнейших провалов за всю историю государства. Однако никто не пытается навязать израильтянам идею, будто критиковать политическое руководство значит не быть патриотом и изменять родине. Граждане помогают друг другу в момент тяжелых испытаний. Селят у себя незнакомых людей, уехавших из Дерота и окрестных поселений. Массово собирают продукты для армии, которая, в свою очередь, смогла моментально отмобилизоваться. За два дня увеличила свою численность более чем в два раза. Израильтяне из-за рубежа вернулись домой, чтобы оказаться в войсках. Во всех соцсетях они массово постят флаги своей страны. Если война затянется, возможно, изменится общественное самоощущение. Люди устают от войны, даже от самой справедливой. Но у государства, где граждане и в мирное время реально чувствуют свою персональную сопричастность к судьбе страны, у такого государства на войне возникают дополнительные запасы прочности. Сейчас в израильских медиа пересказываются десятки историй о том, как обычные люди проявляли себя в необычных условиях. Не все эти рассказы можно сейчас проверить, поэтому расскажу три истории, которые достоверны точно. Кибуц Нейрам, где живут около 700 человек, спасла 25-летняя девушка Инбаль Рабин Либерман. Утром 7 октября, когда началось вторжение боевиков, она собралась и понеслась от дома к дому, чтобы соорганизовать растерянных соседей. Еще никто в Израиле не понял, что происходит. Она уже все поняла. Девушка, ответственная за оборону Кибуца, моментально собрала отряд из 12 человек, на ходу придумала план защиты поселения и подготовила засаду на террористов. Инбаль, отслужившая срочную службу в одной из боевых частей армии обороны Израиля, быстро распределила имеющееся в поселение оружие и затем три часа вместе с соседями отбивала атаки боевиков, пока на помощь не пришли израильские войска. Когда героическая история стала обрастать в соцсетях выдуманными подробностями, будто бы отряд Инбаль уничтожил аж 25 террористов, из которых пятерых застрелила она сама, тогда девушка сама выступила с опровержением. Инбаль заявила, что ее отряд ликвидировал двоих и ранил одного, а дальше они просто не подпускали отряд хамасовцев к жилым домам. Главное в этой истории не количество застреленных террористов, а факт спасения целого Кибуца, в котором не случилось резни, произошедшей в других населенных пунктах. Эльханан Климанзон, как только узнал о происходящем в пригранище с сектором Газа, сразу же отправился на другой конец страны на своей машине вместе с братом Менахимом и племянником Итиэлем. Они добрались до Кибуца-Баэрии, где боевики казнили 108 мирных жителей. Но жертв могло быть гораздо больше. Эльханан, Менахим и Итиэль обнаружили возле Кибуца брошенный бронеавтомобиль. Они взяли его, и, начав им управлять, под обстрелом хамасовцев 14 часов вывозили людей из поселения. Совершая рейс за рейсом, они спасли по меньшей мере десятки человек. В последнем рейсе Эльханан погиб, его брат Менахим был ранен. Русскоязычный израильский полицейский Игальзингер смог вывезти около 500 человек с печально известного музыкального фестиваля, где террористы Хамасу строили бойню. Затем вступил в бой, получил ранение. К счастью, не очень серьезное. У героя уже взяли интервью, местный русскоязычный телеканал. Давайте посмотрим. Через очень короткое время мы поняли, что очень много полицейских стали получать индикацию о том, что люди обстреляны. Те, которые выехали с вечеринки, были обстреляны и приехали к нам назад. Полицейским обратились и сказали полицейским не выпускать людей в этих направлениях, потому что там прорвались террористы, и они просто обстреливали все машины, которые ехали куда-то с этой вечеринки. И я понял, с другими полицейскими мы поняли, что все дороги перекрыты, нас просто окружили. Это было, может быть, спланировано, может быть, нет. Но так получилось, что оба направления выезда с этой вечеринки были блокированы. И я не растерялся, сообразил, потому что в работе в полиции я часто пользуюсь приложением Google Map, и открыл в телефоне просто это приложение, и увидел, что есть какая-то проселочная дорога, которая может вывести все эти машины в сторону города Нитивод. Не хочется проводить сравнение Израиля и России в контексте «вот, мол, там все правильно, не то, что у нас». Сам факт того, что Израиль пропустил беспрецедентное нападение террористов, говорит о том, что в стране далеко не все хорошо. Героизм не возникает в ситуации, когда все государственные службы и ведомства действуют как часы. Подвиги одних – это следствие плохой работы и преступлений других. По этой же причине много героев живет и в современной России. Адвокатов, правозащитников, благотворителей, наблюдателей на выборах, членов последних незакрытых еще НКО. И обычных граждан, которые даже сейчас умудряются сопротивляться. Это не просто героизм, это какой-то феномен. Россияне – фантастические люди, не наюту не хуже израильтян. Но просто посмотрите, как по-разному государственная машина реагирует на свободное и независимое общество. Бесконечно далекое от идеала израильское государство – это все-таки государство прав и свобод. Оно не занято подавлением общества, а наоборот, находит в нем опору в момент тяжелых испытаний. В нашей же стране власть против гражданского общества воюет. Граждане России и не ВСУ. Против них воевать гораздо легче. И гражданам приходится тяжело, ведь не внешний враг напал, а свое же собственное государство. Но все у нас будет. Как Израиль стал Израилем, так и Россия станет Россией. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Катца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Тель-Авив, Лондон, Берлин, Прага, Париж, Лимассол, Амстердам, Вена, Цюрих, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com Амстердам. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова